итак здравствуйте дорогие друзья сейчас мы будем смотреть видео от первого лица в исполнении хота самого сильного украинского игрока против очень опытного титулованного корейского андеда фова этот вот с пгл сейчас идет пятый игровой день и сетка double elimination ребята играют в первом туре карта террена стенд теленаз мы будем смотреть исключительно действия охота он разыгрывался до этого сел настроился сыграл против компьютера вот играл он через демон хантера через power creeping с двумя бараками и скорее всего так и будет играть пандем сейчас так на час просто напряженный очень момент есть сетка лозеров но противник очень-очень силен как раз был обидчиком муна когда тот был в пике формы и дважды его не пустил на world cyber games и вообще это очень опытный игрок хотя варденко может быть нет демон хантер демон хантер первым героем у михаила мы смотрим как раз все эти действия которые совершает то есть все то что приведет его либо к победе либо к поражению очень удачно учиться кстати на отдых от первого лица смотреть билл додор смотреть как что делать насколько быстро что контролит во время боя сейчас 2 барак судя по всему идет да вот сюда вот он не зря виспо отправил у него скоро накопится 60 лесом и он поставить 2 барак начинаю карте терна стенд очень распространен и эффективен быстрый криппинг с одним или с двумя бараками за эльф благодаря баракам криппинг происходит без потерь здоровью и побыстрее если вы ставите второй барак то у вас нет еще простое по строительству арчей то есть пока один барак ходит сейчас 2 там строится до строится тот этот сядет начнет штамповать арчеров а тут может стать и пойти крепится то есть если вы играете с одним бараком и крепитесь том рискуете быть зараженными а по пов сразу отправляет три гули для того чтобы сгрызть либо виспов либо барак накидываются сначала на виспа потом начинают атаковать аов там еще бежал героин дедовский сюда так здесь ставим мунвэльчик там бьем гулю здесь гулю отводим в смысле виспа отводим а пришел герой с кайлами это значит что его нужно бёрнить по возможности повысасывать у него ману настраивается мунвэлы но очень агрессивная пошла игра уже самого начала приходится там вытаскивать виспов загонять их обратно в шахту брать с леса отводить арчей смотреть а вот герой вражеский держится на дистанции очень грамотно таким образом что так немного лагает таким образом что нельзя ему сделать моноберн то есть если вы победить побежите сразу ее сторону он даст деру и там одинаковая скорость и вы можете очень долго за ним бежать в общем два барака есть у эльфа заражить его очень сложно но вот начальный криппинг уже обломался потому что бараки вот не ходят так минус скелетик один гули находится рядом то есть если выкопается но в принципе сейчас еще пару арчей и уже можно будет продолжать криппинг но андет играет очень агрессивно судя по как бы ситуации никто ничего не потерял единственное что по ресурсам был минус эльфа из-за того что он гонял виспов и может быть там парочку виспов он все-таки отдал арчи не умирали гули не умирали но плохо то что фов сумел планы эльфа сбить так сейчас ильф крепит разбойников так подходит вражеский герой со скелетами дх получает третий лавел в смысле второй лавел так еще минус скелетик томов агилити отличный девайс отличная книжка так ну эльф делает great на tire 2 это обычно противника сейчас скоро будет второй лавел потому что гули должны крепить зеленую точку с выхода с базы вот и вполне вероятно что скоро дк уже будет аура гули вышли сейчас уже дк должен быть старым посмотрим так продает клок плащ невидимости покупает сапоги противник все еще рядом и все еще первого уровня до эльфа нужно крепится с одной стороны вот с бараком который был выращен вот здесь 2 должен крепить шахты видим у него в планах постройка экспанда но он до это буквально первых трех гулей которые у него были то есть одна была 2 построил и сразу этими же побежал он прибежал сразу к эльфу это было очень агрессивно так 2 great на tire 2 уже практически сделался довольно сейчас он купит пандарийского пивовара здесь решил эльф пока не крепится так да талонница а вот он где смотрите ка обнаружили андера здесь все медленное панда дышит минус 1 гуля молодец миша очень удачно увидел минус 2 гули сделал и дк там можно было еще его отлично можно его попробовать поймать сверху нет решил не атаковать а вот гульку там третью все-таки демон за ней увязался и убьет на убьет у него же есть ботинки да так great на tire 3 ну все понятен замысел ход он еще сейчас нычку будет ставить в общем миша играет через зарчей талонов выход в циклон через экспант такая тоже агрессив стратегия она идет от защиты как это не парадоксально но очень очень опасно потому что если дать эльфу это сделать то у него мало того что будет экспант у него будет хорошие хорошая связка по юнитам то есть циклон талон и циклон против андеда это вот нычку ставит до нычку ставит миша отводит арчей на который кидают лс попадается девайс ни о чем просто абсолютно ненужный девайс я вторую талонницу миша ставит подходит андед тут ой-ой-ой демон хантер сразу делать персональный телепорт на арчу высасывает ману очень удачно нужно спасать арчу очень красная арчер как не подходит враг убивает прилетели первые гарги так экспант все еще не строится почему-то почему-то не строится арчей нужно подлечить да он берет двух самых битых арчей лечит ставит эксп здесь находится следит за дк здесь у нас висп он умирает к сожалению успевает добежать до мунвела так здесь немного дк дх за елкой потерял он вражеского героя по пыхах магазинчика еще эльфа нет это конечно плохо ночь нужна но видимо у хотя ухода уже были сбиты планы он ай-яй-яй здесь могут окружить врубает эмаляцию заторм заморожен немного демон ничего выходит нормально из этой неловкой ситуации там просто вышка по нему стреляла и еще один моноберн вышка по нему стреляла и гули хотели окружить так еще один магазин шредер с лесом видимо беда накопил золото и леса на шредер купил грейд на таре 3 уже сделался и готов делать играть на циклон вопрос что делает андет а он массит гарк с двух и да он может поставить экспан поэтому нужно постоянно демоном смотреть что происходит где андет что он собирается делать а вон андет уже там смысле уже на экспанде у эльфа и судя по всему собирается сражаться неужели это такой пуш на 40 лимитах гули гарги дыхание винные пары эмаляцию нужно рубать тут налетели гарги гули отступают нычку пришлось эльфа отменить так вырубать эмаляцию на так очень битый очень битый герой можно побегать впереди пытается подрезать подрезает и ухухухухуху прекрасно увидел момент миша когда можно было остановить шредером героя ну как остановить при должном умении можно бегать перед героем и не аккуратно экспан поставил сейчас миша не аккуратно далеко от шахты придется выкапываться и идти так сферу покупает уже хорошо сферу яда ведь от гарги сносят нычку надо отменять ее но пропустили дыхание неприятно но все таки агрессивно агрессивно играет корейц продает девайс панда потому что денег нет у эльфа гарги летают мониторит эксп панда продал девайс андит не собирается ставить экспант он с гаргами будет стараться харасить эльфа а миша специально ставит дальше мэйн подальше от леса чтобы гаргам не было так просто до него долететь так просто и быстро то есть они из-за леса как бы появляется юнит это летающие и арчи там успевает только пару залп сделать по ним вот так придется дольше лететь прилетели гарги на мэй начинает убивать виспов но сюда демонхантер прилетает с арбой и гонит прогоняет гарг гарги в это время летят сразу же на эксп тут их встречает панда который кидает винные пары дело дыхание кстати одна может гаргу мерить сгореть да умерла напоследок 1 гарга это очень хорошо что не все таки дорогостоящее и отдать вообще их не должен терять но за счет их то что того что они летают и за счет того что они очень мобильные демонхантер тем не менее там со сферы еще гарг гоняет грейд на циклон уже практически достроился но вот смущает то что у эльфа дважды был отменен экспанты он был поставлен позже чем по крайней мере ход планировал вот поэтому ков может организовать атаку потому что эльфа сейчас нет преимущества экономического зато у него хороший герой сейчас панда еще скоро станет третьего левела чуть-чуть ей нужно так прилетает андет на базу снова к эльфу начинает на этот раз угрожать шредеру а он дорогой очень дорогой его убивают летают прибегая демонхантер прописывает моноберн выбирает самую битую гаргу начинает по ней атаковать но противник тому же четвертого левела вторая аура и в общем очень очень быстро летает и без того шустрые гарги поэтому нычка достраивается это хорошо это очень хорошо подводить сюда арчей теперь следующий этап это разрушение шахта на то есть если нычку мы не отменили угарки есть возможность подменять шахту когда облетается рудник у него опять-таки проблемы они вообще проблемы жизни когда он строится его ну как любое строющееся здание в два раза короче не действует нет брони и убивает слегка так кажется всех все строящее создание получает максимальный урон то есть сто процентов от любого типа оружия вот когда она достраивается то у них уже появляется специфичная броня либо это укрепленная либо тяжелая чаще укреплены конечно ну в общем строящее создание убивается гораздо быстрее и этим может воспользоваться андет прилетев гаргами вроде как вот как раз а во первых арчи немного правда их стоит они сильно не смогут ничего сделать зато демон стоит на выходе контролит во первых главный выход с база андета он скорее всего на шахте да а там висп тоже висит очень грамотно а вот он вот 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 андет его много там масс гарги скорее всего будет что будет сложно сказать гури фрэнди до оставшиеся лич с арбой да и сейчас четко по таймингу будет ой 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 как как все плохо сейчас вот будет мега битва нужно срочно закупить еще свиток талоны склонам есть арчи есть нужно подштамповывать купить свиток купить свиток миш нужно нужно же купить свиток бежит в магазин так светит шейды нет без свитка это сложно а противник уже здесь противник здесь уже атакует демон хантер пытается прорваться его окружает он врубает эмаляцию циклон очень неудачно подошел эльф то есть талоны впереди панды еще нет нигде панда подходит дело дыхание гарги садятся делает ну пары там дыхание минус гулька минус 1 минус 2 леча воздух второго героя тоже постоянно держать нужно на доски героев в воздухе и стараться так destroyer появился теперь нужно арчами пофокусить по destroyer поднимаю воздух поднимай так выпивает бутылек демон хантер его начинает атаковать он с арбой очень красные гарги минус 1 гарга стреляет по самым-самым слабым гаргам эльф минус destroyer можно сделать минус дестер так но очень мало в армии тоже осталось уэльф потому что так и теперь он ставит hunter's hole это вариант обмана скорее всего потому что он знает что андрей сейчас продолжать интенсивно пушить не будет потому что ему нужно подкопиться до лимита 50 час отрегенится и может быть ход хочет добавить медведей в армию хотя он продолжает конечно же чтобы штамповать арчей талонов он это и будет делать до лимита 50 андет не будет выходить из лимита вот при атаках своих поэтому эльф вроде как может отбиться и сам на лимите 50 также через арчей талонов благодаря ну и героям в том числе вот а дальше дальше сложнее нужно более таких качественных юнитов строить против просто прокаченных андетовских героев арчи талоны с циклоном они так андет собирался поставить экспант а калиты раскусили увидели что он так а в это время ай-яй-яй-яй там бьют экспант просто эльф вроде как собирается напасть на лорница сейчас он еще будет ставить там очень долго пробираться так но может у андетовских героев просто нет телепорта и поэтому ход решил вот так вот прийти и сейчас дыхание панда будет делать раз дыхание там уже второе поэтому высовывает виспов из шахты андет торопится задерживается один талончик лича поднимает там воздух его панда снова дышит падают пара околитов минус один зигурат нужно срочно поднимать андетовских героев особенно лича в воздух тут убивают гарги продолжает убивать нужно телепортироваться демоном еще минут зигурат нужно дыхнуть напоследок есть мана у панды циклон снова циклон телепорт делает эльф на свою нычку спасает еще виспа и в общем очень удачно очень удачно правда потерял он там юнитов 5 но учитывая то что он убил околитов убил два зигурата и нычка у него все еще работает да вот лорница будет ставить лорница в такой ситуации талону нужно взлетать у талона когда он летает скорость тоже очень высокая по земле это гарги его догоняют а вот довольно шустрый у панда левела почему не берет непонятно выключает фэри фаер потому что нужно как можно было первых там много юнитов просто на что и гарги и гули это двухлимитные юниты вот они их очень много и на всех не напасешься кстати вайт же не проиграл вторую игру сейчас 3 решающие поэтому отключается фэри фаер и сейчас будет противник атаковать просто ход ему нужно под лимит подстроиться под 50 делать разведку на нычку а нет все да он решил поставить экспант но это правильный момент и правильно что ход просветил проконтролил этот моментик и тут как раз тоже хорошо смотрится медведи потому что арчи талон очень плохо атакуют грыжные зигураты вот и нужна какая-то какая-то основа на земле чтобы сражаться собственно и с андельским героями и убивать башни с другой стороны есть еще риджи венейшн не стоит забывать замечательном заклинание которое восполняет 400 хп за 12 секунд и конечно же рык который тоже полезен и арчем эталоном и героем но дистроеров конечно можно подиспелить попробовать но там если достаточное количество арчей не с грейдом то они могут очень быстро отстрелить дестроеров конце концов можно сначала отстрелить а потом уже ручать сколько угодно так но эльф не успеет экспант андеда отменить на данном этапе ему нужно ставить третий экспант и выходить медведи это сейф вариант такой безопасный часто что он идет это не о чем ничего здесь не сделает потеряет больше только но идет под зачем-то ход теряет одного талона второго талона там прописывает моноберна убегает третьего талона господи что на ставит 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 талоны четвертого правда там удачное дыхание проходит по гаргам минус гарга одна демона становится четвертого левела да ну вот сейф вариант правильно все миша делать правильно еще еще гарк не успел увести еще минус 1 гарга и минус 2 благодаря дыханию панды отлично отлично михаил михаил тащит в общем сейф вариант это выйти медведи мастеров через третий экспант и подгадать можно кстати поставить еще если уж андет совсем увлечется защиты поставить 4 экспант в правом верхнем углу сейчас ведет себя очень агрессивно ход дыхание нужно делать час а съел гаргу интересный момент стелепортировал свою панду на базу и гули подоспели всех харчей сожрали панда просто должна была типа стелепортироваться назад сейчас телепорции по всему минус гаргу сейчас можно сделать минус гарга молодец так нова замедляют демона так первые медведи пошли демон хантер отступает убежал он все таки благодаря сапогам от врага сейчас нужно проконтролить сейчас гарги прилетят или герои прибегут на нычку в левом нижнем углу или разведка предварительно туда придет но общем андет будет проверять эту точку потому что потому что это ожидаемый ход если андет ставит экспант то разумный эльф должен отвечать на это если у него не было нычкой то двумя своими вообще у эльфа должно быть всегда экономическое преимущество потому что по-другому выиграть сложно так приходит с первыми медведями эльф на экспант к андету с первым медведем так будет точнее здесь классно то что андет андет здесь уже рядом плохо просто хотел сказать что классно что нет некрополиса минус дх огу боже у него же был телепорт что ж ты делаешь пытается уйти но тут и панда может не уйти от такого приходит медведь риджуф 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 кидать риджуф пытаться уйти как-нибудь койлом бьют панду на ней риджуф но панда убивает господи как же быстро убили этого демона на экспанде продолжает сражаться зачем-то ход туда строилась нычка нужно срочно воскрешать героя о я ей ей и я ей пытается отступить там съедают отступил там части медведя ступала сестого вернее может какого кто купить него а у тебя лес нет лес есть ай-яй-яй ну деваль на нужно покупать в таверне а банду покупать в таверне может потому что она дешевле. Может не стоит вообще никого покупать в таверне? Ладно. Покупает он панду сейчас. Панду покупает. Сразу ему нужно делать реджув. И очень опасный сейчас момент, потому что андет во-первых, у него как бы нычка уже защищена и начинает приносить свои плоды. Но и у эльфа нет двух героев, которые являются собственно основой армии. Без них сражаться сложно. Поэтому андет сейчас может просто прийти на экспант к эльфу. На левый нижний. И убить его. Вот сюда вот он придет. Именно поэтому Миша и решил видимо панду воскресить. Делает грейд на колодце. Это такой защитный грейд. То есть эльф рассчитывает на... Ну хотя это в принципе вообще полезный грейд. Да, он дед приходит сюда на третий экспант. Демон хантера все еще нет. Нужно наверное вести уже нычку в правый верхний угол. Неужели собирается сражаться? Да, тут лезть не стоит наверное. Демон еще не готов. Да, дает нычку ход. Диспейлит своих виспов. Нет, смотри-ка. Двух задиспейлил, двумя чинят. Подошли медведи, но демона еще нет. Вот только-только вышел демон. Он не успел бы стелепортироваться, да, даже на нычку. То есть нужно сейчас брать мэновскую нычку, бежать. Точнее ползти туда. И очень внимательно, очень внимательно следить за правым верхним углом. Потому что андет намеревается там поставить свой экспант. Тогда у эльфа вообще шансов не будет. Потому что получится, что карта делится пополам, больше ресурсов нет. И сейчас эльф перекапывает два своих бараков. У него грейд есть полезный. На броню и на скорость перемещения деревьям. И он перетаскивает много всего. Да все он перетаскивает. Там и древо ветров, и лорницами сейчас потопает, скорее всего. Панду крипит отдельно от Деванхантера. Для того, чтобы поскорее панда стала пятая. Выпадает большой бутылек маны. Это отличный девайс. Особенно для панды. Кажется, немного не хватает пандарийскому пивовару до пятого левела. И как раз мурлоки, которые вот эти вот маленькие зелененькие слева, если отвести опять-таки демона, то получится... Так, нычка очень шустро идет. За ней шреддер такой. Шреддера переставляет на экспан, чтобы там таскал дерево. Хотя шреддер может таскать дерево и в этот, в Хантерс Холл. Может об этом не знают. Так, судя по всему, панда пятая, да? Сейчас не заметил этот момент. Гиппогриф. Грейт на гигантов. Делает еще одного гиппогрифа заказа. Гиппогриф это против дестройеров. Медведи гиппогриф вообще очень хорошая связочка такая, которая убивает и землю, и воздух. Ну, есть, конечно, контр. Пауки довольно неплохо с форстфирмами смотрятся против этого. Благодаря хит эндрану как раз и сеткой, потому что отлавливаются все гиппосы. Вот, и они не могут убить форстфирму, который в свою очередь хорошо разбирается с медведями. Ну, это, там пауков нет. Так, 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 так. Продолжается криппинг. У панда, нет, панда все еще не пятая. Вот сейчас она получала пятый левел. Что за девайс выпал? Второй бутылек большой маны. Но, честно говоря, полезен был бы больше. Большой бутылек жизни и демона. Очень хорошо затарен эльф. Идет сейчас справа в верхний угол. Ожидаю, что там андет что-то... Либо будет сражаться... Да. Андет тут закрепил. Может, даже нычку ставят. Почему нет? У него тоже мейн закончился, ему нужно бороться за этот экспант. Вот, там красная точка. Да, да, да. Все, вот здесь все и будет. Здесь будет очень важный момент. Сразу рык, там, превращение. Моноберн очень удачно начал. Динные пары, дыхание. Гиппосы там неплохо справляются наверху. Нужно ставить... Не успевает ставить. Но делает вовремя моноберн. Там выпивает бутылек маны. Сейчас можно отдыхнуть в гарг. Минус все гарги. Просто. Моноберн еще прописывает лечу. Минус дестройер. Ход хоть и потерял трех медведей, но зато расправился со всеми гаргами и убил... Ой-ой-ой-ой-ой. Ультимейт уже у... У врага, гальванизация. Можно попробовать отжать леча. Пытается... Так, моноберн. Врагу он не успел сделать коил. Можно попробовать отжать леча. Нова делает телепорт. Противник. Очень мало жизней. И у ДК, и у леча. Но все выживают. Срочно, срочно туда же. Потому что там сейчас будут строиться зигураты. Нужно срочно лечиться. Персональный став делает демона. Ему нужно закупить пару бутыльков жизни. И сферу вторую купил зачем-то. Ошибка, ошибка, ошибка. Ладно, бог с ним. Ну просто нервы сейчас. Уже победа. Победа, вот она уже близка. Можно... Нужно просто добить. Нужно... Сражение было выиграно. Нужно просто прийти. Сейчас ультимейт уже закончился. О, ДК. И нужно просто убить всех рабочих. Потому что без этой нычки Андетт сюда придет. Он будет пытаться с... Сражаться с эльфом здесь. Потому что отдавать ему этот экспанд... Да. Неужели отдает? Тогда все вообще просто. А, ну да. Возможен вариант, что Андетт продает, да, экспо и идет... Ну, тратит сейчас деньги, если они у него скопились. И идет на вот эту вот большую нычку к эльфу. То есть будет убивать эльфийский экспанд. Именно поэтому ход, видимо, проверил бараки. Там выкопал. Готовится. Сейчас нужно туда бежать. Потому что Андетт должен сейчас атаковать. Потому что у него одна нычка, у эльфа две. И... Как бы нужно... Нужно сейчас лишать... Продает сферу эльфа. Лишать экономического преимущества эльфа. Нужно навязывать битву. Подрывники. Вот это самый опасный вариант. Ну, дерево-то большое. Грейджиное. Срочно, срочно. Всех виспов. Очень опасный вариант. Панда туда приходит делать дыхание. Винные пары. Но всех виспов убили. И... О, боже мой. Все мажут, конечно. Но... Наверное, телепортов противника есть. Потеряет, конечно, тут... Пару гулей. Ну и, конечно же, подрывники. Которые там 215. Голды. Лес. Очень много всего стоит. Но зато... Вот это опасный был ход, да. То есть, ожидалась атака, но не планировалось, что атака будет настолько... Много ресурсов, во-первых, потратил он дед. И агрессивно сыграл. Сейчас нужно эльфу снова ставить эксп. Здесь же. Это наиболее безопасное место. Ищет виспов, наверное, да? Нет. Так. Должен, должен он ставить эксп. Да, вот он ставит эксп. А сам, в принципе, идет так агрессивно играть. Потому что у противника не так много армии. И... Видите, какие штуки он может вытворять, если его оставлять без внимания. Поэтому нужно смотреть. Смотреть за ним. Тут уже обомчики. Попробовать можно прийти на эксп, на самом деле. Тем более пандой. Там сдуваются колиты просто в лед. Койла Миновы закидывает Демон Хантера. Тут есть медведь, который будет делать риджуф, восполняя жизнь главному герою. Пандорийский пивовар подходит. Убивает медведя. Очень неудачно. Не успел застафить, к сожалению, ход. Сейчас еще одного медведя могут убить. Нет, ну тут он уже стафом спасет. Мишку. Держится на расстоянии. Еще один медведь умирает. Не успевает застафить. Снова приходят бараки. Ухота. Так, начинается очень жесткая игра. Моноберны. Все, маны нет на койлы. И надо сражаться. Винные пары. Еще один моноберн. Прописывает лечу. Тот сжирает скелетика. Делает нову. Бараки ходят бесцельно. Не атакуют почему-то. Демоны пытаются занюкать. Еще один моноберн. Еще один койл. У леча очень мало жизни. Койл прошел кулдаун. Стаф, стаф. Откуда у андеда был стаф? Непонятно. Ну, мы пропустили момент. Но зато панда стала шестым левелом. У нее есть ультимейт теперь. Сейчас будет закупка, скорее всего, дирижабля. Если есть деньги, конечно, у андеда. Можно попробовать перекупить дирижабль. А, гиппогрифы, гиппогрифы. Четыре гиппогрифа летят на перехват. Начинают клевать. Покажите, там можно убить. Ход. Не успевает склевать. Андеда успевает долететь. Там еще. Моноберн нужно делать дыка, потому что очень битый леч. И койл успевает все-таки кинуть. Поэтому моноберн прописывается лечу. Приходит панда, которая подхилялась. Делает дыхание. Ультимейт у панды. Начинается разнос. Демон еле-еле-еле убегает. У него очень мало жизней. Его замедляют. Леча есть маны? Нет. И умирает демон. Замедляют две дрядки леча. Но тот успевает уйти. Поднимает вверх главного героя. Андедовского. Тут заказываются виспы на нычке. Ой-ой-ой-ой. Минус обом. Леча снова замедляют. Там перехват идет, кажется, двух. Вот эта вот красная панда, она очень сильно бьет. Инвул делает андед. В смысле леч. И пытается окружить эльф дека. Делает таунт одной из своих панд. Свиток лечения читает противник. Так, ну скоро ультимейт закончится. Так. Да, ультимейт заканчивается. Панда уже убегает. Панда должна быть... Так, еще одно дыхание. Панда начинает нюкать. Ману выпивает леч. Сейчас будет еще одна новая. Неужели и панда здесь может умереть? Вполне реально. Вполне. Сейчас будет еще одна новая. Нужно добежать. Койл. Новая. И минус панда. О боже. О боже. И у андеда есть еще экспант. Демон наполовину только заказан. Шреддер проверяет в правом верхнем углу наличие экспанда у андеда. Но нет. Здесь экспанда нет. Значит будет попроще попробовать. Да, восстанавливает. Выкупает панду из таверны. Нужно срочно сейчас ей отхиляться и защищать экспант в левом нижнем углу. Потому что андед пойдет сейчас именно туда. Своей немногочисленной армией. Если он эту нычку убивает. А у него улича есть ультимейт. К слову. Поэтому он убьет и довольно быстро. То... Так, а там уже андед, да? А, там еще катапульта есть. Ой-ой-ой. Покупает регенерацию жизни. Бутыльков еще нет. Нычка выкапывается. Начинает, типа, уходить. Но жизни очень мало. Демон-хантера еще нет. Две катапульты. Это, конечно, сдувается хорошо. Демон выходит. Выходит демон. Сразу же делает персональный телепорт на Дриад. На Дриаду. Начинает... Так, Коэл, Нова снова в демона. Монобернон прописывает. Убивает одну катапульту. Нужно срочно телепортировать его. Дыхание, винной пары делает. Опа. Ставит демона. Нова в панду. Пытается убить вражеского дека. Да, его стаффит лич. Остается обсидиановая статуя. Ее сдувает панда просто без шансов. Ох-ох-ох-ох-ох. Так. Ну, нычки нет. Надо снова ставить экспанта в левом нижнем углу. Спасти правый верхний угол снова. Потому что у Андеда все-таки есть деньги. Он может поставить эксп. Очень жестоко нюкают эльфийских героев. Очень жестоко. Нужно покупать ночь, потому что убивает своих дырят эльф. Нужно покупать ночь, потому что колодцы пустые, а не с грейдом. Вот. И реген там идет довольно быстро. Регенерация жизни. Бутырков жизни нет. Это осложняет. Так, еще один шейд. Минус шейд. Инвол покупает демон. Покупает инвиз. Гипа проверяет экспант. Нет. Но там был околит, кажется. Да, стоял там. Кажется, был. Ну вот наличие стаффа, Андеда, вот околит есть, поэтому Андед все-таки, если не думает об экспанде, то ожидает, что эльф... Да, думает об экспанде. Ставит там зигурат. Скорее всего, сейчас будет куплен големчик со слоу, замедлением. Да, покупается големчик, очень-очень дохлый. Но он с пелом юн, его не занюкать. С койлом и новый. И самое главное, что он будет накладывать замедление на вражеских героев, который сочетается с ядовитым ядом Дриад и получается скорость перемещения гораздо ниже. Вот. И таким образом можно отжимать вражеских героев. Нычку надо ставить все-таки эльфы. Да, вот он ставит нычку. Все делает правильно. Так вот герой там разок, два, потерял. Ой-ой-ой-ой-ой, как же здесь много уже. Три обома, тележки. И Андэд прекрасно понимает, что у эльфа нет медведей, он не может их строить, потому что у него нет грейда на Тайр Трип, потому что у него дерево срубили, самое главное. И сейчас можно, он только может строить Дриад. Вот. Просветочка. Андэд хочет сражаться. Там был шейд наверху, мы увидели. Нычка здесь закончилась, нужно переползать. И у Андэда нычка закончилась. Вот что интересно, точнее скоро закончится. Потому что она была позже низкок поставлена. Ой-ой-ой-ой, какая сейчас ситуация. Уже, уже очень даже нехорошо. Потому что Андэдовские герои сейчас отлично затарены. Ну, в смысле, у них мана полная. Потому что они отсиделись на базе и будут сейчас раскидывать колы и новые. Очень агрессивно. Эльфу нужно прибегать к помощи деревьев. Потому что Дриады не могут убить обомов. Вот. И нужно, чтобы какая-то передняя защита была. Гиппогриф тут пасет. Один пасет проход. Вот. А вот за деревьями Дриадом очень так фривольно стоится и хорошо стреляется. Так, Андэд нападает. Все, это провокация. Инвиз врубает демон, чтобы его не заметили. Он делает сразу же монобер на 150 врагу. Держит дистанцию. Так, телепорт делает Андэд. Вот гад, а. Убил нычку, сделал телепорт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но он не знает, что у эльфа здесь выращивается нычка. Но все равно, как бы, это тоже не очень хорошо для эльфа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Инвулы надо закупать. Действительно, и панде нужно инвул купить. Очень полезный скилл. И сейчас очень опасно. Эту нычку тоже Андэд может прочувствовать и пойти туда. Инвиз покупает панда. Денег уже нет. Лимит у них уже равный. Причем у Андэда более качественный лимит. Единственное, на кого очень рассчитываю я, и, наверное, Миша тоже рассчитывает на это. Это ультимейт демон-хантера, который должен вот на днях уже появиться. Я думаю, что, да, наполовину уже демон шестой. И он, конечно, даст пожирнее сделать демона, даст ему хаос-атаку, рейнджовую атаку его сделает. И эльф сейчас будет бороться. И Андэд сюда тоже должен прийти вскоре, потому что у него заканчиваются тоже шахты. А Калитом, ну, в смысле, наиболее логично идти именно сюда. Вот. Гипосами смотрят, сколько в шахте. Там тысячи, да? Ой-ой-ой. Серьезно. Шейд, скорее всего, рядом. Нужно светить. Нужно светить. Но просветка осталась всего одна. Противник же может еще на мейн наведаться. И добить вот все вот это вот колодцы, алтарь. Очень опасная ситуация. Очень опасная. Вот шейд. Да, молодец, просветил. Ну, это ожидалось. И ожидается, что Андэд как раз сейчас обходит. Вот сюда вот, да, идет. И правильно туда посылает гиппогрифа. Эльф. Потому что, ну, смысла сейчас ломиться нет. Потому что нычка еще ни о чем. А вот прийти сейчас, пока Эльф стоит здесь и ждет Андэда. Прийти на мейн и снести ему Манвеллы. Личится тогда вообще негде будет. Гиппогриф проверяет шахту. Начинает работать эксп. Скорее всего, Андэд сейчас просто подкопится. И, да, и придет сюда с лимитом где-то 60. Может даже больше. И будет устраивать тут разнос. Потому что у Эльфа долгое время не было нички. Ну, вот когда ему, помните, там у него экспант, во-первых, закончился раньше. Из-за того, что он его раньше поставил. Ну, и, во-вторых, у него убили дерево, которое ползло. Еще один шейд. Каждый шейд приближает демона к шестому левлу. Маленькими шажками. Вот. Поэтому очень много Андэд выиграл в плане ресурсов. Да, нужно ставить бараки. Нужно готовиться к защите. Потому что выходить из лимита невыгодно. И понятно, что Андэд будет нападать. Поэтому самое логичное, это вот за деревьями стараться. А вот Андэд тут. Уже идет, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же тут надо хорошо контролить. Демон Хандера сразу в шаттл. Провоцирует. Очень серьезно провоцирует катапульты, которые стреляют по деревьям. Надо выкапывать всех деревьев. И идти в атаку. Потому что это может продолжаться очень долго. Надо просто удачно дропнуть, да, героев. Да, вот он выкапывает все деревья. Ой-ой-ой, там много. Там и фрустфирм. Все, пошла атака. Высаживает героев. Падает дерево. Фрустфирм вообще с деревом отлично сражается. Моноберн. Дриады там стреляют. Неплохо стреляют. Шреддер. Демон Хантера высаживает. Там делает... В общем, сажает дирижабль обратно туда-обратно. И в него делают коил, в него делают нову. Панда дышит, убивает обомов. Довольно неплохо. Нет маны на ультимейт. К сожалению, панды. Деревья там новые достроились. В принципе, можно было посражаться еще, нет? Демона просто жалко. Сейчас будет ультимейт панды, скорее всего. Димка пока идет отпиваться. Тут деревья сдерживают некоторое время дефон. В общем, держат дефон с некоторое время. Демон отпивается, делает телепорт. И панду начинает нюкать. Панда делает ультимейт. И в атаку. Андет не боится панды. Дриад. Дриады очень быстро улетают. Демон-хантер. Где демон? А, вон, демон начинает атаковать. Его начинают опять нюкать. Атакуют фостфирма, очень большого и жирного. Его кайлят, его стафят. Ой-ой-ой-ой. К трем катапультам. Дриады красные-красные прорываются. Но сейчас демона убьют просто. Демона стафят. Точнее, стафит демон там дриадку. Сами выпивает инвул. Ему не хватает до 6-го левела. Он прописывает им на берн. Его отпускает. И... Снова выстрел. Демон падает. Панда отступает. И ход пишет. G. G. Ух. Несмотря на поражение, мы обязательно выложим этот вот. Потому что игра красивая. И у Миши были все шансы на победу. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. Следите за развитием... Ходом развития событий на PGL на сайте goodgame.ru. Мы записываем вводы и работаем специально для вас. Удачи и играйте в Warcraft.